Говорит, что? Здравствуйте, друзья! Вот так вот начинается мое путешествие. Довольно-таки неблизкое. Сегодня у нас 17 января 2019 года. И мы отправляемся в путь. В Барнаул в аэропорт. Путь у меня неблизкий, как я уже сказала. Дорога сложная. Ну, пожелаю себе, чтобы был легкий перелет. И все обошлось без эфицизов. Да, давай, чтобы было все нормально, приезжай. Я надеюсь, мы с вами встретимся еще. Я буду снимать все, что смогу. Так что ждите мой репортаж. Мы подъезжаем к аэропорту. 55 минут мы в пути. Вот, уже и аэропорт. Бизнес-дельный. Так, а что тут разрешают предстоять даже? Да? Ну, конечно. Новшество каждый раз для инвалидов здесь. Что, для инвалидов? Не говори. Здесь не для инвалидов вот налево? Ну, наверное, нет. Встанем сюда, раз. Ну, что, ну, это хорошо же. Не то, что там тащиться надо было. Да. Ну, все, мы подъехали. Сейчас будем выгружаться. 300 шли. Мы зарегистрировались на рейс. Теперь, сейчас время 5.12. Я Юру отправляю, говорю, езжай давай. Чего будешь сидеть около меня, торчать? Он вообще почти не спал. Два часа только. Даже меньше. И я так же. Тебе-то хорошо, ты выспишься. Самое интересное, что я не сплю в самолете. Я не знаю, по какой причине. Регистрировались, наверное, минут 15. Да больше. Ага. Если в самолете входит 100 человек, я посчитал это примерно сутки надо им регистрировать. Не говори, я уже четвертый раз регистрируюсь. И вот один раз только у меня так все гладенько прошло. Ну, там все по-английски, поэтому. Выключайся. Тебе будет в самолете себе. Началась. Начали запускать в зону. Короче, уже сейчас тоже пойду. Ну, очередь решила не стоять. Здесь подожду. Ну все, я села в самолет. Уже на месте. Отключила уже телефон. Как бы в самом здании аэропорта народу было мало. А самолет полный вообще, битком. Я сижу в хвосте. Вон хвостик видно. У меня место 24F. Мы пошли на взлет. Вон видно. Барнаул. Пути мы будем 4 часа 15 минут. Мы уже объявили. Вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим и выключены. Перемень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем приятного полета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Привозили и на автобусе ехали... Продолжение следует... 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 В общем, места у меня в этот раз не айсовые, конечно, но какая разница, главное, что я к дочи лечу, и доча покупала билет уже прям вот, ну как сказать, не заранее, я стихийно полетела, потому как она сильно-сильно скучала, плакать начала, уже зять просил, говорит, боюсь, она всегда плачет и плачет, приезжай, пожалуйста. Ну вот, короче, поехала бабка. Ну что теперь, какая разница, где я буду сидеть, я опять в хвосте, ну, благо сзади меня еще есть места, тут вот расположены так кресла два, и там два, то есть в ряду восемь кресел, огромный Боинг, ну, я думаю, все пройдет нормально, все будет хорошо, главное долететь. Ну все, пока репортаж заканчиваю, а, у меня так аж закружилась голова, так захотелось есть, хорошо, что я с собой чипи взяла, как мой внук говорит, чипи. Сейчас уже, конечно, он так не говорит, я раньше говорил, ну, я так привыкла, хоть погрызла их маленько, так мне полегче стало. Что-то в этот раз как-то все быстро проходит, не успеваю упомниться, уже прилетела в Москву. Обычно, когда захожу в Барнауле, ну, таможенный, как бы контроль прошла, все, сажусь в зале ожидания, и у меня такое чувство, что все, я теперь одна, я сама ответственная за себя, никакого рядом у меня, никакой поддержки рядом нет, и мне было всегда некомфортно, а сейчас, честно сказать, не могу понять, все так быстро, и, или уже привычно просто, что, не знаю, в общем, вот такие ощущения у меня. Посмотрим, сейчас я перелетаю, 10 часов 45 минут у меня будет полет, так что длительный достаточно, но это еще ничего, вот в этом самолете мне нравилось, а вот потом, которые, компания Дельта, до Миннеполиса, ну, там уже, как говорится, рукой подать 4 часа с копейками, и я увижу дочу, ну, все, до встречи. Все, расселись, и мы взлетаем. Длинный коридор. Всем привет, это я, вот как я и говорила, зубная паста и щеточка, одноразовая, сейчас я почищу зубы, здесь, там я не достала свое мыло, ну, я зашла опять в туалет, как бы, выпила таблетки от давления, что-то у меня сегодня колбасит и штормит, взлет-посадка, взлет-посадка, ладно, буду делать действия, буду зубы чистить. Ребят, покажу вам, щеточка лежала так, запакованная, подзубная паста вот такая, более пусечная, нужно раз почистить, и все, буду чистить, думаю, покажу вам. У нас сейчас обед, я взяла говядину с макаронами, тут салат, булочка, черный хлеб, что еще? Масло, сливочное, и что-то к чаю. Не знаю, видно на камеру, нет температуры за бортом, минус 59 градусов Цельсия. Летим мы уже почти 5 часов, 4.54, и пролетели 3789 километров. Еще нам лететь 3744 километра. Место-время в Нью-Йорке 6 с чем-то. Мы над Атлантическим океаном летим. Еще нам лететь 5 часов 8 минут. Обалдеть. Картинка такая, Атлантический океан. Страшно, что внизу делается. Устала сидеть уже, честное слово. Уже сил нет просто сидеть. Пришла в середину самолета. Туалет. Туалет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Даже вещать-то нечего Устала сильно Сейчас поужинала Зашла зубы почистить Перышки почистить Думаю, сниму Теперь не знаю, когда включусь Попутчики мои Неразговорчивые вообще Попались, что до Москвы летело Там через губу не переплюнут Не переплюнут точно Там ни здрасти, ни до свидания Что сейчас до Нью-Йорка Вообще тяжело так лететь, когда даже не с кем словом перемолвится Так хоть маленько Ну вот одно выручает, что здесь есть телевизор И смотришь фильмы, выбираешь И смотришь, хочешь музыку, хочешь игры играешь Устала, конечно, очень сильно Ну, раньше как-то тревожно было Сейчас мне нужно будет в Нью-Йорке искать четвертый терминал Я бы, если второй, я бы вышла и пошла уже Помню так А сейчас думаю Ну ладно, что теперь? Найду четвертый Ну, там, наверное, включусь Во многих местах говорят, что нельзя это включать, камеру и так далее Где особенно досмотр проходишь Все, все сохнет Даже губы посохли Хорошо, вот здесь вот увлажняющий крем такой И руки маленько, и лицо, немножко шею протрешь, полегче встает Я хожу, конечно, умываюсь, встаю Хожу в туалет бесконечно Ну, что еще делать Ну, ладно До встречи Еще хотела сказать Потерялась во времени уже Вообще полностью У нас-то, скорее всего, сейчас ночь Юра, наверное, уже спит Что-то так сейчас подумала Думаю, наверное, поужинал, собаку покормил И спать лег Хотя, может быть, наблюдает, где я там лечу За самолетиком Я ему с Москвы звонила Он сказал, доча уже звонила Интересовалась Сказала, что они выехали из дома Они выехали из своего городка Навстречу мне Ну, то есть Они едут на своей машине в Миннеаполис Алекса Они должны были Или, вернее, за Алексом должны были приехать Бабушка с дедушкой Чтобы не тащить его В такой путь А потом Через два дня Через три вернут его В целости и сохранности И мы с ним увидимся Ну, что еще рассказать Плохо то, что Не с кем перемолвиться Как в песне поется же Если я с другом вышел в путь Веселей дорога Так вот Не весело совсем мне И не солнечно И смотрю на себя Глаза поголубели Что-то Лицо красное Как это Кофта Оделась Вроде тепло Там Жарко было Все время А сейчас пледик накидываю Это мне дочь Когда-то из Лас-Вегаса Привезла Они ездили туда В отпуск Она мне привезла И я ее вообще Вот редко-редко одеваю И уже второй полет Я в ней, кстати, совершаю Ну, удобно очень Ну что же До включения В 30 минутах Мы будем лендинг В Нью-Йорк Аэропорт ГФК Тепература Стоит 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 Спасибо 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 Стоит 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 Ну, буду торчать здесь. Сейчас, я так понимаю, 2.04, у меня в 4. Через 2 часа можно осмотреться, сходить в туалет, купить водички или так набрать. Где-то должны быть эти фонтанчики. Пойду наберу, чтобы не покупать. Экономить надо. Короче, расположилась я покушать. Руки помыла, воды набрала, сходила. Из фонтана. Бутылку. Усела сюда. Кофе с морозом. Рядом все. И такую колбасу с собой брала. Сорокопченную палочку порезала. Ну, маленькую. Вот на этом рейсе, на котором я буду лететь. Тут вообще не кормят, дают только водичку. Напитки какие-то. Орешки. Батончики. И все на этом. Извиняйте, что я жую. Я хочу кушать. В этот раз на рейсе аэрофлота. Ужин был просто отвратительный. Обед так себе. Ничего хорошего тоже. Но обед еще более-менее. Ужин отвратительный, невкусный. Сидела в конце еще. Пока дошли, уже ничего не осталось. Тоже по остаточному принципу. Так что, кушать хочу. Какие у меня ощущения. Да, вполне себе. Я уже не знаю. Я уже говорила перед этим. Как потерянное во времени. Прострации. Где я, что со мной. Вот я иду. Вот я живу. Сегодня здесь, завтра там. И так все и происходит. Сейчас что-нибудь. Похожу, поснимаю. Еще два часа у меня есть. Перекушу маленько. Пойду пошарюсь. Что рассказать вам интересного? Впечатления о полете. Вроде рассказала, что сегодня здесь, завтра там. Вот такие впечатления. Как будто бы запросто. Сел, полетел. Прилетел. Снова полетел куда-то. Не знаю, почему это со мной происходит. Ладно, буду перекусывать. Не успела выключить камеру. Все-таки включила. Слышала когда-то, что во время перелета вкусовые качества теряются. И ты вообще не понимаешь, что ты кушаешь. Вот сейчас кусаю хлеб. Откусываю. И такое ощущение, что в нем сахара тонна. Что он сладкий-пресладкий. Дома даже этого не ощущала. И еще недавно недавно читала опрашивают людей в возрасте 60-70 лет. 50-50, наверное. Нет, 50-50 рановато. По-моему, за 60. Спрашивают у них. Вот скажите, вот вы свою жизнь прожили, вот что вам не хватало в жизни? Вот что сейчас, что вы бы хотели изменить? И в основном все говорят, что что они хотели бы изменить, это то, что они мало общались со своими родственниками, вот с близкими. Мало путешествовали. Проводили время на нелюбимой работе. Нужно жить в гармонии, как говорится. Доча импульсами живет. Захотела маму. На, получай. Мама собралась и помчалась. Жалко же дочу маленькой еще. Ну вот, надо чаще общаться со своими близкими. Потом это никак не восполнить. Реально. Сейчас вот тоже уехала. Мама гриппом у меня заболела. Не знаю, как она его перенесет. Тоже больной человек. И когда заходят люди, надо же как-то в масках заходить. Она все на себя цепляет. Жалко, что у меня нет интернета. Что я человек отстойный. Не могу ничем пользоваться. Так бы уже связалась с дочерью. У меня здесь ничего нет. Я не умею подключаться. Ну, у меня, конечно же, сим-карты-то нет. Wi-Fi не подключен. Тут запароленное, наверное, все. Ну-ка вот это попробуем. Не удается подключиться. Окей. Бинго. Чего, короче, я не могу сделать. Ладно. Будем ждать. Что теперь сделаешь? Осталось два часа досидеть до рейса. И четыре часа перелета. И мы встретимся со своей дочерью. Перекусила я. Пошла, набрала здесь воды. Тут такой фонтанчик. Здесь вот подписано пуш. Толкай. Так вот. Толкаешь. Давишь и, короче, или дави. И вода наливается. Налила я водой бесплатной. Смотрю, тут такой вот автомат есть. Три доллара платишь. И тебе очки, часы. Все. Кольца. А, здесь кольца, а там очки. Еще что-то. И цепочки, по-моему. Короче, все. Можно вымыть. За три бакса. Все тебе отмоют и очистим. Какая прелесть. Ты будешь в светлых очках ходить. Прозрачно. Так, ну что. Сейчас. Подождите секундочку. Пойду пройду. У меня еще есть время. Далеко уходить не буду. Перекусила? Фигня какая-то. Сейчас бы супчика. Картофельного. Или борщика бы. Поесть тарелочку. Вот это было бы дело. Яблоки у меня были. Я их съела. Поэтому яблок у меня нет. Ну, далеко не пойду. Здесь поблизости. Да, и там поблизости пройдусь. Все, как везде. Что хочешь. На любой вкус. Здесь вот экспресс-спа. Кресло. Там кресло. Массажное. Там на месте рассчитываешься. Тут даже тренажеры есть. Пожалуйста. Все удовольствие. Нужно маме сделать. Время, короче, 3.07. Время, короче, 3.07. Через час у меня 4 или 3.55 начинается, по-моему, регистрация. Я уже вообще измотана на нет. Что хочу сказать. Не бойтесь путешествовать, не зная английского языка. Я сейчас домашнюю заготовку использовала. Попросила девушку, чтобы она набрала дочери. Сообщение, что я сижу в аэропорту. Что все хорошо у меня. Короче, уже все послали. Доча ей уже ответила спасибо большое. В общем, вот так вот все проходит. Люди везде есть. Не стесняйтесь обращаться за помощью. И помогут всегда. Не знаю, снимать, наверное, больше ничего не буду. Сейчас упаду в самолет. И, может быть, усну. Но навряд ли. Буду опять мучиться. Выпила таблетку от давления. Опять. Уже третью за перелет. Ну, конечно, не спать и все время в дороге. И фигово, что не сплю. Мне дочь говорила, возьми снотворное, выпей и спи всю дорогу. Ну, нет же, вот не могу никак. Спать не могу вообще на самолете. Ну, сейчас буду как в провале здесь в этом забываться, просыпаться, опять забываться. И так и долечу. Ну, все. До включения. Ну, что, похвастаться хотела вам. У меня место без окошка совсем последнее. Везет мне сегодня на последние места. Это просто дикий капец. Реально. Все последние места мои. Ладно, фиг с ним. Как-нибудь уже осталось немного. Запах, правда, не очень. С туалета. Не знаю, как я тут. 4 часа 15 минут, по-моему. Ну, как. Буду как-то стараться. Не выпрыгну уже из самолета. Ой, что я направила куда-то, не понять куда. Нет, чтобы себя показать. Все, это последний мой перелет. Хотели у меня еще чемодан отобрать. Говорит, давайте, поздавай его. Потом вернем тебе. Я говорю, no, no, no. I don't speak English. Нет. Ты забирай мне тут тех, кто понимает по-английски. Что мне-то забирать, правда же? Ну, вот, короче, не отдала я чемодан. Боролась до последнего. Ладно, это я уже шучу так. Может, мне здесь удастся. И уснуйтесь. Ну, правда, если такая мазонка будет, то, конечно, я усну. Короче, ребят, выпросила себе место я. Вот у окошка. Говорю, все равно никого нет. Можно туда. Да? Ну, конечно. Давай, короче, пересела. Теперь я с окошком. Ну, вот. Тут, наверное, русских вообще нету. Как думаете, тут есть фильмы? Нет, конечно же нет. Правда же. Ладно, посмотрим. Короче, все переделали. В прошлый раз я летала, не было такого, чтобы табло какое-то было. Ну, ладно. Давай, пока Нью-Йорк. Лечу в Миннеаполис. Там меня моя роднулька ждет. Пироги печет. Инструктаж проводят. Где что лежит, где жилетки, где маски. А, кстати, вы обратили внимание, что здесь совсем нет снега. Тепло. Я вся сжарилась в этих ботинках. Сжарилась реально. Охота уже раздеться. Принять душ и улечься спать. Реально. Ну, мы, по-моему, сейчас будем уже взлетать. Так что недолго осталось. Шесть сидений в ряд здесь. Очень большой самолет. Тридцать три сидения. Тридцать три, считай, ряда, да? По три. Много места. Не, ну, прикиньте, я не смогла удержаться. Я посмотрела. Оказывается, тут даже фильмы есть и на русском. Я вот себе русский выбрала. И, пожалуйста, кино, сериалы, аудио, мой полет, а компания, еще, в общем. Супер, смотрите, все, вперед, короче, посмотрим. Ну, надо сказать, комфортнее полет сделали. И вот эти для чемоданов, как бы, ячейки тоже в этот раз комфортнее. Не так закрывались они по-другому. Сейчас намного удобнее сделали. Здесь было хуже, чем в аэроплоте. А сейчас мне понравилось. Ну, супер все. Так, ну, найду себе фильмец, посмотрю, хоть время быстрее пройдет. Мы взлетаем. Все, оторвались от земли. Нью-Йорк остается жить своей жизнью. Сколько там людей в этих домах. Кто-то их ждет, кого-то они ждут. Семьи живут. Интересно, как районы здесь. Домишки, смотрите, все ровненько расположены. Как остров какой-то на побережье. Все, наверное. Интересного ничего нет. Встретимся в аэропорту в Миннеаполисе. Домишка, смотрите, все ровненько расположены. Тут кс-кс-кс. ГОВОРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Короче, я разделась, это просто ужас, как будто печку топят, это самый-самый-самый жаркий маршрутный, и носки сняла, и вообще все поснимала, и у меня это, сейчас обуловывают сапоги, ой, патиньки хотела сходить в туалет, не пошла. Не знаю, видно будет, не видно, короче, нам осталось 44 километра, 27 минут, вот как мы летим в Миннеаполис, и вылетели с Нью-Йорка, Джи-Ивка, я не делала, как вот, Атлантический океан, Южная Америка, Тихий океан, ой, вообще ужас, не знаю, посмотрите, погляньте, что там за окном делается. За бортом, просто нереальная жара. Тут написано подробнее судне, оказывается, количество мест тут 160, скорость у нас 517, 832 километра, короче. 2420 миль пролетели. Вот так вот, вот так, вот. Там, наверное, дочь уже пирогов напекла, ждет, штаники съела в аэропорту. Не знаю, мы даже не договорились, где мы встретимся, но мы обычно встречаемся там, где чемоданы получаем. Она меня бегает, ищет всегда. Вот так вот, ой, господи. О, мы на посадку пошли, надо перестегиваться. Для багажа подали вот эти вот маленькие машинки подъехали, и, как это называется, не знаю, три вагончика, короче, там один вагончик, здесь два. Сейчас оттуда, наверное, покатится багаж. Не знаю, видно, не видно, должно быть видно. Посмотрите, интересно, не разумеет, как вываливается он. Покатился багаж. По разным машинкам разносят, наверное, габаритные и негабаритные. Я прилетела, иду в багажное отделение. Получил багаж. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...